Девушки отдыхают Итак, очередная остановка. Мы находимся на самой высокой точке Израиля. Впереди только граница с Ливаном. Путешественница Лера. Она говорит, ну что меня снимать будешь, да, Лера? Нравится ездить? Молодец. А вот какая-то военная база. Незаметно для себя мы нашли прекрасный парк. Как хорошо пахнет. Зало много орки, Ля. Чтоб он пропал. Я же думаю, у нас где-то в культурное место. А чё я тут аппарата не взяла? У меня не лежит. Мама и дочь на фоне шикарной природы гуляют. Помахали ручкой девочки. Вам нравится тут девочки? Ой, да просто прелесть. Такой воздух. Финская полиграфия. А тебе, Ляся? Тоже. Что тоже? Что тоже? А, мне нравится, скажи, да? Ну, Йофи, давайте отчалим подальше. Да. Ямсук, что переводится как тростник. Это же ред, потом отсюда красный. Сейчас розею почву. И дальше вот эти вот подоемы, я надеюсь, что я вам с вами не так очистил эту игрушку. И на заднем, там, дымка не плохо. Есть бассейн, там бассейн. Мамука уже приехал. Здесь совсем неплохо. Да, хорошее место, далеко ехать только. А так было бы неплохо организовать тут пикничок. Еще один прекрасный вид. У моря зелени, которую не охватить взглядом. Ну, конечно, на солнце, Лера. Так весной. Вид на долину Хула. Испещренную полями. Здесь у нас есть подъемная дорога. Только что ушел поезд. Ляля, привет. По машинам и ручкой. Молодец. Дима. Вот как высоко. Вот, вот, вот. О, поехали. Ой, кричат как Дима. До свидания, товарищи. Столы здесь. Не, Света. А вот и место для пикника. Дети оседлали военный джип. Не надо забывать, что это граница с Ливаном. Фотографии сделаю. Вот, наконец, мы пришли к месту нашего отдыха. Препрасный водопад с желчайшей водой. На фоне зелени. Мыльная вода. Мыльная. Не мыльная, а пенная. Вы слышите там прохладу? Ты что, передаешь мне в камере? Обязательно. Прохладу не передай. Вот такие, вот, жарким, снойным летом есть у нас воды. А вот тут более спокойное. Разветвление. Это не здесь место. Это не здесь место. Ну, такая вот чистая, прозрачная вода. Вера, долговато мы идем или высоковато едем? Старая мельница крутится, вертится. С ними, с ними. Ну, вот вам и бассейн. Вода холодная, как в холодильнике. Поэтому сильно не разгонишься. Все, девушки усталые после холодных, очень холодных процедур. Да, мы так попарили пятки. Попарили пятки. И Лера высказала такое мнение. Хочу бассейн. Холодная вода. Ну, бассейн. Маза холодная. Он просто замерзшая какая-то вода. Как бы я просыпалась под него? Нет слов. Ты так и будешь просыпаться. И без бассейна. И без бассейна. Да. Под будильник. Как будильник. Все, девочки, пошли кушать. Уже голодные. Все, пока. Наступило время обеда. Мы нашли уютный столик на фоне Ордана. То есть на фоне Дана. Неплохо расположились. Похоже, что это был самый интересный момент нашей экскурсии. Итак, мы покидаем холодные притоки Дана. Возвращаемся в Тель-Авив. Да, вот и разрушу в глазах. Другие туристы придут на наши прохоженные тропы. А мы еще долго будем вспоминать эти прохладные прозрачные воды. Каждую минуту, открывая свой кран, мы будем думать о том, что видели, откуда идет начало этой воды. Артур наконец нашел бассейн. Целую дорогу хотел его найти. Где бассейн, где бассейн. Наконец нашел. Итак, мы привыли очередное место. Это называется «Стойчик Интина». Мы пообещали, что мы опять будем нырять. Смех да и только. А здесь, под раскидистым кустом, расположились коровы. Она меня гипнотизирует, а я ее. Тихо. Мелко мы. Ла-ля-ля. Я гнулись. И ночь к темною была. Ла-ля-ля-ля. Мужчины спасают свою обувь. А женщинам все равно, они готовы на все ради прекрасного природного сюжета. И так поход продолжается. Это не передать словами. Я не дойду до конца. Это ноги Иры. Это Игорь. А это мои. В воде. Толя уже доплыла. Нам еще метров пять плыть. Вот, вот, новенькие заходят. У них еще все впереди. Вот это туристический поход, и я понимаю. Шурик в новых туфлях вернулся. Нехрен, блин, выражаться было. Наконец, выходим на чистую местность. Вот местные отдыхающие, я бы так не против. Как? Игорь, все. Бобик сдох. Пошли, Толя. Вот, наконец, я добралась до Леоры. А мама, ты нет, он вернулся. Наверное. Леора, как дела? Среди водопадов. Помазонка. Вот такие вот задницы. Но наших среди ненец нет. Пока никто не дошел. Наверное, я буду первая. Одни женщины, да. Я врала. Вон макуха, он самый первый. Он самый первый. А кричал, никуда не пойду. Потом так убежал, как убежал. Ну, Леора уже вся мокрая. Дальше некуда. И так открывается вид на голландские высоки. Состочника Энфина. И наши друзья пытаются залезть. Это вообще что-то, конечно. Сперва они меня вспоминали. Не говорим, с таким словом. Где-то нашла такую поездку. Потом пришли в бурный восторг. Скоро полез в мамуке. Я за ним Игорь. Короче, мы решили покупаться. О, мамука столиком назад идет. Это ж надо. Мира! Мируня, водопадик, простей. О-о-о! О-о-о! Вия, это супер! Волючая, на руках, Димаи! Мируня, водопадик, простей! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такой вот вид открывается на бахайские сады. Вот так вот на гору кормят. Гранатовое дерево, усыпанное спелыми гранатами. Бахайская капуста. Вот такие вот здесь растут кактусы. Вот откуда ни возьмись, идет моя любимая подруга. Вся в ветвях зеленых елок, кактусов очаровательных. Прямо-то анук, пошел-то анук. Вот так надо жить. На Новый год срубим. Да, и споем, в лесу родилась елочка. Такая елка не смеет. Посмотрите, какая елка только. За зеленая. И Лера на фоне зеленой елки. Лера в зеленом. Лера в зеленом. И на этой оптимистической ноте мы продолжим дальше. Вот так, кажется, мы покидаем бахайские сады. И отправляемся в сторону на Арию. Прекрасные цветы в бахайских садах. А запах не передаваем. Каждый обязан посетить. На хун. И так мы уже в Роша-Некра. Впереди открываются бескрайние морские просторы. А на заднем плане граница, которая всегда на замке. Граница с Ливаном. Так, сейчас мы будем подниматься на подвесную дорогу. В этом вагончике. Уехал. А мы остались внизу. Русский экстрим. Вот выход из темного царства. Вот так вот море расправляется. С неугодными ему белыми скалами. Раздолбила, переверкось. Лерка наслаждается видами моря, скал, блаженства. Правый вперед, левый набор. Ну как тебе, Леруня? Лера, парящая среди белых скал в голубом небе. И так вышли из пещеры, ищем место для приземления. Пообеды. Захотел жить своей семейной жизнью. И так мы приехали в парк Горен. На самом-самом севере. Впереди нас ждет замок Монфор. Старинный рыцарский замок. Дамка, место для пикников. Очень-очень-очень. Даня сказал, парк юрского периода два. Бедюк. Динозавры здесь наработились. Динозавры. Высота собой горы 180 метров. Вот так, и вот в ближнем виде. Очень красиво. Одинокий среди скал и зеленых холмов. Это пешеходно туда можно дойти? Я не знаю. Надо почитать маршруты, да. Вот так вот вблизи. Но тишину бы послушать. Так не дают. Вот так вот все это красиво выглядит. Вот так вот. Вот так вот. Запросто. Я, кстати, смотрела. Можно совершить такой туристический маршрут, ребята. Да. Яфе будет мой вот. Турист Калера. И турист Даниэль. На высоте. Подобно орлам. Парят в воздухе. Да, ребята? Нет. Нет? Ну ладно. Держитесь крепче. Так. Мы скоро покинем этот замок. Я надеюсь, мы приедем сюда дикарями. Вот ребятам так понравилось. Да, что они стоят на этих плитах и не хотят вообще никуда двигаться. Я ФМО, да? Ну ладно. Они сказали, что хотят подняться туда ногами. Пешим ходом в этот замок. На самую-самую вершину. Вот туда. Вот так мы приехали в новое, совершенно незнакомое нам место. Тут впереди, как всегда, военный джип спрятался за деревьями. А наша группа отправляется на исследование новой пещеры. Внизу в тумане открывается вид на западную Галилею. Наша группа удаляется смотреть какую-то арочную пещеру. Так, мы находимся на вершине горы. Обалденный вид. Все в тумане внизу. А у нас свежайший воздух, без капли влажности. Это граница с Ливаном. Может, они у нас, может, мы у них постреляем. Когда мы будем назад идти, Лера. Назад вы будете ползти, я уверена. Шурик оказался умнее, пошел коротким путем. Я подпомнила вас, когда вы будете умные, когда вы будете наверх поднимать. А то еще должно платить. Вот такой вот у нас спуск. Прикиньте. Я бы спустилась. Ира, ты на анаконду не села. Говори, что спустилась. Смотри, как тут глубоко. Вау. Такая вот глубина глубинная. Вот это вот вид сзади. А это вот вид спереди. Такой вот колодец. А вот наши ребята стоят и на все это дело смотрят. И опять вид снизу, сверху вниз. Вот такой вот обрыв у меня под ногами. Надеюсь, глубина чувствуется. Вот группа науявленных туристов, русскоговорящих. Не знают, какой конец веревки прицепить к ногам, какой голове. На краю пропасти. Да, картина репет. Вот товарищ пытается спуститься. Это не так просто. Он жутко боится. Вот такая вот бездна у него внизу под ногами. Это как с кровати сползает после бадуна. Бедняжка. Да, кому не хватает экстримов жизни. Мне кажется, пошел первые шаги. Все за него болеют. Все настроили камеры. Вот он уже десятую часть пути прошел. Расслабился, замер на камушке. А впереди еще море бездна. Все говорят, может, ему помочь рюкку обрезать, чтобы быстрее спустился. В то время не ждет автобус. Ну, малыш, давай. Рюкку поддержки. Все мастерские. Помаши маме ручкой. Не, ручкой махать не придется. Ручки заняты. Похлопать ушками разве. А, уже злостый. Учитель говорит, повернись к людям, помаши людям ручкой. Да, когда спустится, мы ему все копеечку дадим. За спектакль. Концент огонь. Да, повис в воздухе. Бедный Сема. Бедный Сема. Так мы оставили висящего Сема над провалом. Вот так вот, нам пора ехать. Бай-бай, Сема. Так, стоим мы возле Нитании. Огромная пробка. Мы застряли. Поездка подошла к концу. Так, сюда было очень клево. Так, долгое ожидание в автобусе. Как обычно, все дороги имеют свой конец. Бай-бай. Спокойной ночи. И мы с друзьями решили разговеться яблоками и медом. А также мясом, салом и всем тому подобным. С нами, как всегда, молодежь юная, а также и не совсем юная, вновь прибывшие, эмигранты, так сказать. И Сережа, жарящий на фоне большого трактора, свинные стейки. Вдалеке плещется кенерет, обещая нам приятную прохладу. И вот новинка в нашем, так сказать, отдыхе. Лада сегодня с нами. А теперь я приеду. А пожалуйста, я пила. Я еду. Привет. Сережа, ну что? Не мучайся. Куда сосуешься? Пойду. Итак, в этой палатке происходит какое-то странное действие. Сейчас мы посмотрим, что же там делается. И что же у нас тут такое, а? Рисую. Рисую. А может, пою? Нет. Нет, понятно. Ничего интересного. Множество палаток окружают наш бегуам. Берег кенерета. Все в палатках, все усажено огнями. А вот и наши друзья прибыли. Сейчас все поплывем. Вот, уже некоторые в воде сидят там. Не боятся ничего. Не холодно, нет? Молодец. И Лада смелая пытается зайти. Рыба тебя укусила какая. И так наступило утро. Все проснулись. Солнце светит прямо в глаз. А Шурик еще спит. Никакое солнце на него не действует. Тяжелое пробуждение. Да. Картина репина с Будуна. Мы приехали. Акинерец живет своей обычной акинерецкой жизнью. Плещутся люди, в том числе и наши дети. Вот они. Всегда. Больше всего от них шумы. Вот так вот дружная троица плавает на матрасе. Одни пятки и попки. Это у нас Тверия на горизонте. Ночью она красивее смотрится. Тверия на горизонте. Жарится мясо. Очередная порция. Наступил обеденный час. И столько палаток, что даже не хватает объема, чтобы передать. Сколько здесь людей один на другом. Палатки, палатки без конца и края. Наши друзья режутся в карты. Кушают. Спят. А также отдыхают. Чуть-чуть дольше менять. Чуть-чуть дольше менять с ними. Людей, людей, Лера, людей, пожалуйста. Пятки не помыл. Пятки. Все рассказала. Одна лада. Спокойно ждет. Что будет дальше? Мне все равно. Военно-палаточный городок. Одним временем картина жутко изменилась. Начался шторм. На Галилеевском море. Угадайте, кто это? И дети тоже не отстают от папы. Угадайте. 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 Прям настоящее Черное море 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 Серёга, ты с ним есть. Воспанный суд. Пошлём, да. Пришло утро. Очередное по счёту. Все проснулись и вылезли из палаток. Кто как. Некоторые вот так. Время завтрака. Время завтрака, это называется, кто что нашёл. У кого завтрак не лезет, кто просыпается сидя или стоя. Наши дикие соседи забивают домино. Многочисленный палаточный город шумит ни свет ни заря. И будят те, кто ещё не успел проснуться. Итак, отдых закончился. Мы опять в дороге. До следующего раза. До встречи через год. А может и раньше. Наступил очередной шаббат. И мы как всегда в дороге. Не сидится нам дома почему-то. В этот раз мы едем на Мёртвое море. Лучи заходящего солнца провожают нас последними своими отблесками. А впереди долгая-долгая дорога. Леора, как всегда, на заднем плане. А также за рулём знатный водитель Сергей Сергеевич Молчанов. Знаменитый своими длинными пробегами по пустыням. Долго ли город колесился наш путь? Едем мы тёмной ночью. Впереди ещё длинная-длинная дорога. Маленький привал. Бараде. Кто бы мог подумать. Вроде бы пустыня, должно быть жарко, а нет. Холод собачий. Нам холодно, мы замёрзли. Точно? Ну, очень. А как вы согреваетесь? По 100 грамм. 100 грамм. Вместе с Лёрой. Лёра, посмотри. Итак, мы уже на Мёртвом море. Это гостиница. Но мы не в них, мы на берегу, в палатках. Мы присели, а... А вот и девчонки. А вот и мальчишки. А вот и наши ребята. Дружная компания. Сидят за столом. Так, плавный переход от 8 октября к 9. Утро. В 7 часов утра. И мы уже не спим. Собираемся принять ванну. Ку-ку. Ку-ку, ку-ку. Идём. Вот оно и Мёртвое море. Все сидят, как груши. Парят свои разные места. На том берегу Иордания. Вот наши ребята пытаются окунуться. Говорят, вода холодная. Блестит, как бриллианты. Рад отправляться в путь. Нас уже ждут ребята. Одна наша палатка не собрана. Поэтому нужно спешить. После проплытых сотен метров на Мёртвом море нужно принять душ. Горно. Горно. Долго и стрелять. Ноги. Врата. Итак, наш путь продолжается вдоль Солёного Мёртвого моря в сторону Иерусалима. Впереди наши сотоварищи. Дружные колонны направляются в столицу нашей Родины. Как купалась, Сергей Сергеевич? О! О! Классно. Понятно. А что там Лёра Сергеевна поживает? Порядок? Да. Да. Ёфи. Это вообще не было. Оазис в пустыне. Белые горы на подъезде к Иерусалиму. Последние новости из деревни Ум-эль-Факам. Вот так мы уже в Иерусалиме. Не прошло и трёх часов. Так мы уже приехали в Белый город. Итак, пейзаж резко поменялся. Мы в лесу. Уже недалеко от Тель-Авива, а также недалеко от Иерусалима. Расположились на пикник в тенистой роще. По звуке мулы из мечети, где-то близко арабская деревня. И, наконец, дошла очередь до Венегрета. Не прошло и двух суток. Итак, закончилась поездка. Мы возвращаемся домой. Зелёные леса нас уже окружают и про пустыню мы совсем забыли. Иерусалима. Ну, давай, почитай. Игена, что послушает, как ты читаешь. Давай. Ха-ца-ки-ца-эка-ка-ка-ка. Ха-ца-ки-ца. Лера, хорошо читаешь. Ха-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Все, ладно, помаши. Помаши руки. Не, я еще не закрутила. Итак, мы отправляемся в далекий путь. Нас ждет сегодня Иерусалим. И со мной сегодня одна лишь Лера. Наши ряды поредели. Но самый классный товарищ, как всегда, со мной. Никого мне больше не надо. Это наш автобус. И мы остановились на перекуре Латруи. Ляся, ты записки написала? Скину плача. Все свои желания. А что ты написала? Не рассказывать. Не рассказывать нельзя, конечно. Итак, мы приехали в Иерусалим. К нам открывается панорама Масточной горы. Вот такое вы видели. Это наша Леора. О, какая высокая Леора. Как он воняет. Леора уехала. Высоко. Раз жизни можно на верблюде покататься? Высоко. 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 Все. Верблюд не хочет ехать. Надо ехать ему. Тяжелая, говорит она. Об этом у нее тяжелый. Все. Кажется, приехали. Так, Леора поменяла коня. Сейчас она на белом осле, на котором Иисус приехал в Иерусалим. Везет ее такой же белый красавец. Он мне еще и ручкой машет. И замотает. Позирует. Артист. Говорит, вместе со мной с красавцем. Он говорит, я тебя за пять щекелей покатаю. Шалом. Шалом. Белый осел. Шалом. Шалом. Слушай, ему надо было в театре работать. Ну, вы переговорите. Вот. Шалом. Возвращаемся в панораме Иерусалима. Отвлеклись немного. И, Матюха. Он, как всегда, полна вечной тишины. А вот счастливчики, которые стоят в первую очередь, когда Машея придет. Он их первых позовет на божью суть. А мы там где-то в хвосте, конечно. Ну и слава Богу. Вот их сколько много. Масличная гора. Масличная гора. И видно Иудейскую пустыню. Там где-то вдалеке, за небосклоном находится Мертвое море. Итак, по общему соглашению наш путь лежит в Вифлеем. Место Рождества Христова. А въехать в Вифлеем не так просто. Мы проезжаем через блокпост. Итак, мы приехали в Вифлеем и зашли в местный магазин сувениров. Говорят, если положить на Вифлеемскую звезду один из сувениров, он приобретает большую силу. Множество сувениров. Улица Вифлеема. Вообще ни одной надписи на иврике. Полный арабский ректорат. Кто мог поверить? Мы в сердце палестинской автономии. А также в центре христианской веры. Здесь родился Иисус. А также иудейский царь Давид. За упокой. Вы всегда кладете денежку в кассу. Правильно? Вот и кладите. Священникам сейчас не надо. В равной мере и постройки. А нас я кладу. Палестинская полиция. Руку сопровождает военная полиция. Ну вот, святые места пошли. Вот пещера, где родился 2000 лет назад Иисус Христос. Вокруг наш тарай. Входите в эту церковь, обратите внимание. Вот, Леора заходит в пещеру. Это и есть церковь Разождества. Четвертый век нашей эры. Греческое строительство. Мы зашли в базилику. Агентство отмечено звездой. Вот там вы прикладываетесь. Это две пещеры. Одна пещера. Вот пещера, где родился Христос. Очень крутые. Не спеши. Пещера обрезания. Иисуса тут обрезали, после того, как Он родился. Леора на месте святого младенца. Иисуса тут обрезали. Леора на месте святого младенца. Бершина и коностаса. Это сюда распятие. Неудачно стоят. Положены здесь. Это сразу после Пасхи. И вот она чудотворная икона Дьявы Марии. И так мы переходим еще в одну церковь по старинным коридорам, в строгом таком стиле. Говорят, есть потрясающее изображение Иисуса Младенца, которое мы сейчас посмотрим. Куда заранее его кладут, потом проносят его крестным ходом через всех молящихся, и это большая благодать, большая благодать исходит. А в течение всего года этот Младенец находится здесь. И вы увидите чудной красоты, вообще я не знаю, вот он. А он, это я. Но я на него показала, ничего, и Богородица, удивительно тоже красивое изображение Богородицы, Она тоже приветствует приход младенцев. Красавица приобщается. Идет по церкви Рождества, как у себя дома. Мы туристы, мы не молимся. Тут у нас в группе полно верующих. А мы так, в гости пришли. Такое я в Париже видела, ничуть не хуже. Одна из многочисленных пещер Ихтема. В одной из таких пещер Ихтема, где вы только что там были. Вот и часов у нас в среди этих пещер, где можно помолиться. Могила святого Иеронима. Леора с младенцем Иисусом. И так мы вышли на свежий воздух. Внутренний дворик. Очень-очень милый. С статулами. С монахами. Все как полагается. Идем, мама. Мы сейчас хоть с автором, с сопровождением. Так мы покидаем вифлеем. Под сопровождением миштары. Калестинской в черном. Для нас специально остановили движение. Панорама на Бетлехе. Ляля, а что ты этому мальчику сказала, который тебе воду предлагала? Нет у меня пятичек или нету, да? Нет у меня пятичек или нету, да? Вот так наш обед состоялся в монастыре святого Николая, принадлежащей греческой православной церкви. Что-то недружелюбно нас тут встречают. Другим? Да, наверное, братья. Так, и под этот собачий воль я снимаю панораму вифлеема. Вот она вся как на ладони. Притесняли. И он там купил земли и построил первый квадрат. Итак, мы приехали в Иерусалим. Мы находимся у Явских ворот. Сейчас пойдем на экскурсию, которая продлится около двух часов. Старый город Иерусалима. Вот это арочная пункта. Если вы полетите в Бавайдово-Тенгри, вам на пустынике есть пилите великолепно. У него захотел арабских булок. Пришлось остановиться. Чуть не потерялись. Дорога к храму Господню. Итак, мы возле храма гроба Господнего. Народу немерено. На этом камне распяли Иисуса, и все возмолятся. Дорога к храму Господню. Огонь понесли. Вот то место, где сам зажигается огонь. Вот там видно. Ну, не совсем. Продолжение следует... 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 Так что давайте выпьем за нас, за хозяев дома, за моих родителей, за брательника. Брательник, помоги. Дерзай, учись хорошо. Чтобы у всех все было хорошо. Самое главное здоровье, счастье. Чтобы все было без особых мушек. Горько, горько. Ура, ура, ура. Чтобы все были счастливы и благополучны. И денег побольше. Денег, денег, да. Денег вот этого. Саброс. Лера, а ты хоть расскажи, что за экзотик. Рассказываю. Это карамбола. Да ты хоть пальцем ткни. Карамбола. Да. Пальцем. Ты куда смотришь вообще? На стол. Она же поднимает. Я подняла, я показала. Карамбола. Карамбола. Также у нас здесь присутствует пиджоя. Лера, ты ж резко не поднимай. На 3 сантиметра вверх достаточно. Гуяна. И чего это? И знаменитый Саброс. То есть как? Кактус. Вот кактус. Ну вот ты знаешь, из всех он самый, мне кажется, такой вот. Самый нейтральный, да? Я знаю, многие любят карамболу. Она представляет собой крыжовник, которого здесь нет. А что там? Нет, мне с грантичка нравится. Карамбола. Крыжовник не рахтет здесь? Нет. Почему? Северный продукт. Вообще вот эти все африканские, вот эти вот экзотические, они на любителя, да? Правда? Да, нет, ну вот из всех, мне кажется, вот самый такой вот. Это Саброс. Саброс. Это кактус, да? Клады кактуса, самый такой приемлемый. Знаешь, это вам называют... Знаешь, на чем похож? На тутовник. Тутовник? Так, в нашем полку прибыло, дети наконец нагулялись, сидят, уплетают конфеты. Так что... Кристинка, а что ты кушаешь? Хив-кей. Хив-кей. Она на плов хорошо поела. Да, она перед этим плов поела. Лёна ничего не хочет есть. Лёра только сладкая. Товарищи, давайте на пассажок, в конце концов. Да, давайте на пассажок. Давай сашок на пассажок. Я желаю тебя. Ну, я считаю, я думаю, что через недельку все-таки мы... Нужно потанцевать в лесу, я думаю. Потанцевать на природе, да? Мы только с утра, да? Вечером уже хоут. Да. Может быть... На обед. Может быть, уху сделаем. Лёра, а ты что кушаешь? Лёра, что ты кушаешь? А? Что это? Ну, давайте, о чем мы там шашлыки. Лёра, а ты что прикупелит? Прикупелит, правильно. Ну вот, наступило прощальное время. Все по машинам. Всё. Да. Всем до свидания. До свидания. Лада смотрит телевизор. Итак, провели мы гостей, да, и сели смотреть телевизор. Наша Лада пришла к Ире в гости и решила посмотреть фильм про рыбок. Да, Лада? Лада, фильм про рыбок смотришь? Немо. Фильм про рыбок. Рыбки плавают по дну, не поймаешь ни одну называется. Нет, фильм называется «Голливудская картина в поисках Нема». В поисках Нема, да. Да. В главной роли Лада Молчанов. Вашу козы, да. Ну что, Лада, не ловятся? Нет? Ладно. Вот так рыбки не поймались. Лада свалилась со стула. Да, теперь снимаем один аквариум. Кино про рыбок. Да, Лёре смешно от этого сильно. Продолжение марлезонского балета. Или потом 30 будет, тоже будет. Нет, нет, Иры 30 не будет. Я не поняла. Ребята, послушайте меня. Мы проводили наших родственников. Это вторая серия. И продолжили, так сказать. Продолжаем отмечать день рождения Иры 29 лет. Вечный. У меня 30 лет не будет, я заявляю. Что там такое? Да, под конец это самое, что-то отключилось. Это потому, что мы забыли сегодня обмыть нашу аппаратуру. Да что ж мы целый день делали? Что-то обмывали. Не, ну мы встречали гостей. Аппаратуру мы не обмывали. Сейчас посмотрим, подожди. Так, что это у нас? Это, между прочим, домашний кинотеатр. Теперь будем... Да. О. Тут у нас куча колонок. Он сказал, поехали. Ой, на 10-й год. Наконец-то купили себе нормальный телевизор. А к этому телевизору прилагался домашний кинотеатр, DVD и все остальное. Еще пять колонок по всей комнате. О, показывает. Аки слеза, аки слеза. Ну да уж. Красота. Ну надо будет в субботу обязательно это сам поднять тоже. Следующую субботу поедем с Женей и Людей танцевать в лес. Обязательно надо поднять, чтобы долго работал. Ну? Лада охраняет. Да ладно. Слышимость точно как в кинотеатре. Да. Да? Громкость, слышимость, стереозвук. Все прекрасно. Жалко, что стереовида нет. Будет, будет. Ну ладно. Ну что, спокойной ночи. Спокойной ночи всем. Бай-бай. Бай-бай. Собирались сегодня посетить Мадрин. И вот это маленький привал. Маленький привал у дороги. Лера, отойди от трассы. Ну за приезд. На природе. За приезд. Да, Сережа, за приезд. Сегодня мы собрались с такой дружной, веселой, компанией, на лоне природы. Вот это вот наши машинки тут стоят. И это вся толпень. Дети, это наши детки. Они занимаются сегодня огнем, да? Собрали, собрали уже ветки? Да. Это здесь будет жариться мясо, может быть, если дойдет дело до него. Конечно. Они хотят теперь парламентской. Они хотят этого отбегать. Нет? Ну да. И парламентская штата. Теперь отхватят. Место того, чтобы... Помашите маме ручкой. Сергей Сергеевич, ку-ку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наконец мы нашли детей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Маленький подарок Ну и чего Вы знаете что такое будет? Не трогай ДимаTorzok ДимаTorzok Ну хорошо деревянники такой помостик Там каменюка И гроб посредине Гробка Там тишина Там леший бродит Русалка на ветвях сидит Там на неведомых дорожках Танцуют черки в босоножках Берблюды пляшут Тех забыла Учебная Учебная не объедет Они же принимают лекарства от эпилепсиса У них очень много Да, вот у него таблетка Таблетка заканчивается медом Бывает такой, что таблетка Там слюна сорталетит Там зубы Налевую на сторону Да, их нельзя Девушки отдыхают Разве ты кошку доставай Дети Наши керц А дядя Наши керц Дети Ну, целью Я не могу Моя Я буду За что треписываешь? Потому что я не еврейка Зачем треписываешь? Зачем треписываешь? А пацану жизнь Света, я тебе расскажу Он будет в Израиле жить, он будет крещеным. А он в Чержову когда-то еще в те времена переехал. Он бился, говорит, что сделал обрезание. Он говорит, что как же это так? Ты улыбайся, 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 что я справлюсь. Ты изменился не в лучшую сторону, может быть, я виновата сама. Что написано, вместо ласточек вороны, что за окном вместо лето с зимой. Фотография, 9 на 12, с наивной подписью на память. Фотография, не мог ты улыбаться, хотя улыбай вряд ли, что и справлюсь. Фотография, 9 на 12, с наивной подписью на память. Фотография, не мог ты улыбаться, хотя улыбайся, что и справлюсь. Фотография, не мог ты улыбаться, хотя улыбаться. Товарищи, а теперь переходим на лёд. Это старая гвардия присоединилась к нам. Ребята, но ласкает тебе любить тебя. Так зачем же я, которую люблю, сколько ж нужно мне? Субтитры делал DimaTorzok 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 Дети тоже нашли себе занятия по душе Забивают козла Время у нас на полшестого Скоро спать пора Приятный вечер, так сказать, продолжается сладким Кондитерскими излияниями, воспеваниями Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На ладу Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok